Ольвер Хаар. Личная история традиции. Введение. Ольвер Хаар. Имени ее уже не осталось никого, кто знал бы лично и был столь близок к цепи учителей, период деятельности которых охватывает весь XX век. Последовавшие за этим беседы с матерью сподвигли меня на то, чтобы собрать вместе разрозненные заметки, которые я делал на протяжении многих лет, и дополнить их тем, что мне удалось извлечь из картотеки моей памяти. С точки зрения моей матери, наши с ней беседы должны были в частичности способствовать лучшему пониманию того, что именно наши учителя пытались сделать. Это может показаться очевидным, но чем больше ты думаешь об этом, тем менее ясным становится ответ. Я думаю, что подобное замешательство неизбежно, поскольку попытка с помощью человеческого восприятия постичь то, что по своей природе принадлежит иному миру, обречена на неудачу. Тем не менее, мы надеялись, что, воссоздав в памяти нашу собственную связь с каждым из циклов учения, мы сможем, так сказать, увеличить дальность наших телескопов или даже объединить элементы нашего опыта в некий доступный пониманию узор. В данное сочинение вошли описания различных упражнений. Я включил их, поскольку обнаружил, что они порождают прозрение, позволяющее лучше понять ту структуру и те практики, которые давались нам на протяжении всех этих лет. В традиции упражнения и индивидуальные, и групповые выполняются только по специальному предписанию. И я надеюсь, что никто из читателей не окажется настолько глуп, чтобы использовать изложенные здесь техники без указания учителя. Это прямой путь к приемной хирурга, где пациенты, ожидая приема, обмениваются рецептами. Вот уж действительно, если одна таблетка аспирина снимает головную боль, то тысяча таблеток должна привести к просветлению. Те, кто внимательно изучил предыдущие выпуски «Стигана Графера», заметят, что некоторые эпизоды, изложенные в данном тексте, уже были опубликованы ранее. Помимо того, что эти эпизоды хорошо встраиваются в логику книги, есть и еще одна причина для повторения. Возможно, до сих пор существуют люди, которым не посчастливилось познакомиться с предыдущими выпусками журнала. Читайте, делайте заметки и усваивайте, переваривайте. Так нас учили в школе. Разве можно дать лучший совет? Оливер Хоар 2 ноября 1962 года Идрис Шах пришел к нам на ужин в Клинвленд Сквер. Это была моя первая встреча с ним, и поскольку я уже был о нем наслышан, меня разбирало любопытство. Охват его знаний и разнообразие известных ему техник произвели сильное впечатление на моих родителей в ходе их встреч, продолжавшихся в течение предыдущих девяти месяцев. Когда он появился, я был сильно удивлен. Он выглядел вовсе не так, как я ожидал. Моя мать описывала его как изысканного аристократа, но, исходя из моих подростковых представлений о том, как должны выглядеть подобные люди, он никак не подходил под это описание. Он был довольно худощав, двигался словно кошка и был начисто лишен солидности. Я мало что помню из происходившего тем вечером. Ужин был наполнен шутками и смехом, а после еды Шах начал говорить и курить сигарету за сигаретой, чем снова удивил меня. Он был полной противоположностью тому, каким, с моей точки зрения, тогдашний, должен быть восточный мудрец. Я не стал задерживаться, поскольку был поглощен своими подростковыми проблемами и ранней влюбленностью. Но, в любом случае, то, о чем Шах говорил в этот вечер, было за пределами моего понимания. История того, как мои родители вступили в контакт с Шахом или наоборот, является экстраординарной и невероятной. Старший брат моего отца Юстас женился на Элспет, Картрайт в девичестве Вейер в 1957 году. Его первая жена Пегги Ковентри умерла от рака. Первый муж Элспет, Дик Картрайт, погиб в 1954 году вместе с их старшим сыном. Их сбил грузовик, когда они на автомобиле возвращались из своего загородного дома Эйнхо Парк в Нордхемп-фон-Шири. Отцом Дика был сэр Ферфакс Картрайт, который провел некоторое время в Персии, выполняя дипломатическую миссию. Там он явно вступил в контакт с суфийской традицией. По возвращении в Англию он опубликовал книгу «Мистическая роза из Королевского сада. Фрагменты введения шейха Хаджи Ибрагима». 1898 год. Шах упоминает это произведение в книге Суфии как один из каналов, по которым суфийские идеи были представлены на Западе, наряду с трудами Ричарда Бертона, Филберфорса, Кларка и других. Эти ранние случаи передачи играли существенную роль в подготовке почвы для того, что собирался делать шах. В 1960 году мы вместе с семьей праздновали Рождество в Эйнхо Парк. В качестве рождественского подарка Элспид преподнесла моему отцу годовую подписку на журнал Блэк Вудс. Отец не проявил интереса к этому альманаху. В конце концов он предположил, что для меня журнал будет более полезен. Я попробовал, но сдался после первого же выпуска. Впоследствии, каждый раз приезжая домой на праздники, я замечал растущую кипу розовых томов в моем книжном шкафу. Они даже не были открыты. Последний выпуск пришел в начале декабря 1961 года и по какой-то причине отец решил заглянуть в него. Моя мать готовила ужин на кухне, как вдруг услышала душераздирающий вопль. Предполагая, что произошло нечто ужасное, она кинулась в кабинет. Там она нашла моего отца с журналом Блэквудс в руках. Смотри, мы нашли это. Речь шла о статье некоего Амара Берка о посещении монастыря в Белуджистане, где он стал свидетелем того, как практикуется упражнение стоп. Волнение отца было вызвано тем, что это упражнение давал им Гурджиев, и отцу никогда раньше не удавалось найти какие-либо иные ссылки на него. Сейчас уже сложно это себе представить, но когда в 1949 году Гурджиев умер, никто не имел представления об источнике его учения. Сегодня легко увидит, что в его книгах содержится множество ключей к ответу, но в то время это было вовсе не очевидно, а сам Гурджиев всегда отказывался внести ясность. Однако ответ был невероятно важен, особенно для моих родителей. некоторые вещи все же были им понятны, что и определило их действия после смерти Гурджиева. Во-первых, они понимали, что продолжать работу с его системой бесполезно, поскольку его самого уже нет на свете. Присутствие учителя было сущностно важным. Они купили дом в деревне Лавенхем в Сафалке, переехали туда и использовали переезд как повод, чтобы избежать участия в деятельности лондонской группы. Много позже отец объяснял мне, хотя они оба понимали бессмысленность продолжения работы в системе, природу, которой они не могли постичь, они не имели права разрушать веру других людей в эту систему до тех пор, пока не смогут предложить альтернативу. Однако альтернативы они не видели, и их выход из группы не должен был бросаться в глаза. Во-вторых, Гурджиев настаивал на том, что работа, подобная той, которую осуществлял он, никогда не прерывалась со временем, хоть и нельзя сказать, когда именно контакт будет возобновлен. По этой причине в течение последовавших лет мой отец много времени проводил в библиотеке Британского музея и Лондонской библиотеке, читая все, что мог найти по истории эзотеризма. У меня сохранились папки с его записями, которые демонстрируют широту его поиска среди предметов и личностей, которые он изучал, зачастую создавая конспекты в несколько сотен страниц были миграции, герместорис мегистр, легенда о короле Артуре, секретное общество, великие инициации, загар, палеонтология, астрономия, астрофизика, русская церковная музыка, внутренний смысл деяний апостолов, тибетский буддист и кутхуми, сент-ивдальвайдер, фабр, оливьер, инегинона, сендовский, дневники де лакруа, мадам блавацкая, лоуренс аравийский, иссихазм, готические соборы, мумификация, гностицизм, теософия, моровийцы, масонство, тамплиеры, братство вольных каменщиков, парацельц, французский иллюминизм, розенкрейцеры, кабала, христианская традиция, ереси, арианство, апокрифы, магия, золотая ветвь, филон, платон, неоплатонизм, пифагор, мистерии, свитки мертвого моря, литургия, еврейский фольклор, ессея, гильгамеш, шумеры, вавилон, ассирия, египтология, серапис, алхимия, знаки и символы первобытного человека, крит, финикийцы, гобби, китай, великовский, Центральная и Южная Америка, Атланты, антропология, этнология, геология, анабаптизм, Яков Бомё, Гёте, лок, идеизм, Игнати, Лайола, иезуиты, францисканцы, бенедиктинцы, доминиканцы, катары, вальденсы, богомилы, сабианцы, нестариане, езиды, Армения, ключ к истине, Авицена, Авероэс, Персия, рабы, Болгария, митроизм и так далее. Одной из линий его исследований было изучение традиционной жизни в России с целью определить, что в трудах Гурджиева являлось эзотерическим, а что сугубо русским. Он обнаружил, что учение, которое представлял Гурджиев, отличалось от всего остального. В нем было нечто специфическое. Отец надеялся, что изучив историю, сможет найти следы этого учения и таким образом возобновить контакт с источником. Его позицию легко понять, однако у всех нас есть неизбежная тенденция заглядывать в телескоп не с той стороны. Судя по всему, не мы устанавливаем контакт с ними, но они с нами. Хорошим примером этого принципа служит случай, когда Шах дал моей матери диаграмму и велел повесить ее в своем доме. Немного подумав, она в конце концов повесила ее в своей гостиной, там, где она могла видеть диаграмму чаще всего. Когда она спросила Шахала, было ли это место подходящим, он согласился, но добавил, что она кое-чего не понимает. Цель не в том, чтобы она могла видеть диаграмму, а в том, чтобы диаграмма могла видеть ее. В журнале Blackwoods в конце статьи Амара Берка было указано, что если кто-то заинтересуется содержанием статьи, с автором можно связаться через издательство. Отец сразу же написал письмо с выражением своей заинтересованности. В скором времени пришел ответ от Тамара Берка с вопросом, чем вызван столь сильный интерес и с указанием писать на имя Аркон Дараул. Отец сел и изложил в письме всю историю своего участия в группах Успенского, Гурджиева и Субуда и отослал его. Прошло довольно много времени, наконец он получил письмо датированное 5 февраля, письмо от Идриса Шаха с предложением встретиться. Так начался один из самых интересных периодов в жизни моих родителей. Поначалу оба они испытывали сильную настороженность по отношению к Шаху и решили добиться абсолютной уверенности в том, что именно он собой представляет. Родители довольно хорошо понимали, что они ищут. И хотя Шах до сих пор полностью этому соответствовал, они все же чувствовали, что им требуется подтверждение. Из того немногого, что мне известно об этом периоде, складывается впечатление странного танца, в ходе которого Шах, установив необходимый ему контакт, должен был произвести на моих родителей нужное впечатление и в то же время выдать им как можно меньше. Он описывал свою ситуацию так, словно он парит над городом. С высоты план города внизу абсолютно ясен, но стоило ему спуститься вниз, различные размеры стоящих на поверхности зданий сделали для него ориентацию в пространстве чрезвычайно сложной. Прежде всего, ему было необходимо определить местонахождение нескольких вещей, которые играли сущностную роль в том, что он собирался предпринять. В некоторых случаях это были не вещи, а люди. Интересным примером был Обри Уолтон, один из первых, кого мои родители представили Шаху. Шах опознал в нем одного из тех людей, с которыми ему было необходимо вступить в контакт, но был озадачен тем, что его имя не совпадало с ожидаемым. Его звали Боб. И только с пристрастием, допросив моих родителей, Шах выяснил настоящее имя Обри, которое полностью соответствовало тому, что он искал. Однажды Шах пришел на ужин к моим родителям. Он сообщил им, что одной из вещей, которая ему необходимо найти, является фраза на пушту «Я Шахим Сахист». Он записал ее для моих родителей, хотя для них эта фраза ничего не значила, они взялись поискать ее в своих записях, посвященных встречам с Успенским и Гурджиевым. В течение месяца они изучали все, что могли, но ничего не обнаружили. Шах вновь пришел на ужин, и родители признались ему в своей неудаче. Когда он уже уходил, моя мать взяла с полки все и вся Гурджиева и передала книгу Шаху, сказав, что, возможно, в ней он сможет найти то, что ищет. Ей самой ничего найти не удалось, но добавила она, Гурджиев всегда настаивал на особой важности той части книги, которая посвящена Ашиата Шиемашу, и заставлял их перечитывать ее снова и снова. Позже она получила следующее письмо. Дорогая миссис Хар, спасибо вам за книгу «Все и вся». В настоящий момент я не могу изучить ее более тщательно, но, заглянув в нее и в другую книгу, которую вы мне одолжили, используемая система имеет тенденцию смешивать различные опыты, называть их встречами и тому подобное. Тем не менее, самым интересным является следующее Ашиат Ашиемаш. Что бы это ни означало на других языках, представляет собой фразу Я Шахим Шахист или Ля Шахим Сахист, которую я искал. Буквы просто переставлены местами. Я также понимаю несколько других слов и фраз, хотя их значение может отличаться от того, которое приписывается им в тексте. Когда будете писать мистеру Хуар, пожалуйста, сообщите ему, что я нашел фразу, которую искал. Я спрашивал его об этом и знаю, что он будет сильно заинтересован. Искренне ваш Идрис Шах. Мой отец в то время работал в Женеве. В один из последующих визитов Шах принес запись афганской музыки и проиграл ее на высокой громкости. Когда запись закончилась, он спросил родителей, каково, по их мнению, предназначение этой музыки. Они не имели понятия. Тогда он спросил, какие чувства музыка вызывала в них. Моя мать ответила, что ей захотелось вскочить и пуститься в пляс. Вот именно, сказал Шах. Затем он дал пояснение. Подобная ритмичная, очень динамичная музыка создавалась, чтобы использоваться особым образом. Она исполнялась на публичных собраниях. И суфийские ученики должны были отстраниться от эмоционального и физического эффекта музыки, в то же время продолжая слушать ее. Она была эффективным методом обучения внутреннему механизму отстранения, который в дальнейшем можно использовать в любой ситуации. С того момента, как мои родители почувствовали доверие к тому, что представляет собой Шах, они начали связываться со своими товарищами по группам Успенского и Гурджиева и даже с некоторыми из тех, кто присоединился к Субуду. Была сформирована группа, в которую входили Обри Уолтон, Энсор Халидей и Пэт Гленн. Поначалу они встречались в Кливленд Сквер, позже в квартире Обри Вестборн Террейс, поскольку Пэт было тяжело подниматься по ступенькам. Шах дал им упражнения, некоторые из которых моя мать сочла очень похожими на те, что давал Гурджиев. В особенности она обратила внимание на аспект чувствования, используемый для циркуляции энергии в теле. По словам Шаха, ключевым фактором является развитие внимания, поскольку мы не способны удерживать внимание на чем-либо длительное время, чаще всего не более нескольких секунд. Его метод заключался в том, чтобы последовательно менять фокус внимания, как только оно начинает блуждать, например, с помощью колоды карт. Наиболее важным являлось само внимание, а неспособность удерживать его на одном месте. Моя мать пришла к выводу, что учитель подобен генералу, которому для осуществления его работы требуется армия. Основным требованием в армии является подчинение без каких-либо объяснений, так что по сути мы для них лишь пушечное мясо. Отражение этой идеи можно найти в книге суфийские тексты. Они или некоторые из них нужны нам в той же степени, что и мы им. Отец написал мадам де Зальцман о Шахе 20 мая 1962 года и через неделю получил ее ответ. В июне он встретился с ней и с бисингами в Блоны, Швейцария, позднее в письме от 19 июня она попросила о встрече с Шахом. 5 ноября пришло очередное письмо, в котором она сообщала, что дважды встречалась с Шахом в Париже. Выяснилось, что она не позволила Шаху напрямую обратиться к ее ученикам. Контакт должен был осуществляться только через нее. На это Шах не согласился. 13 лет прошло со дня смерти Гурджиева, но вместо того, чтобы ждать проявления новой фазы учения, которая позволит продолжить начатую Гурджиевым работу, она решила увековечить гурджиевскую систему под своим руководством. Кроме людей, Шах также разыскивал определенные предметы. Частично с этой целью он открыл антикварный магазин в Ислингтоне. Магазин назывался Удот и использовался как для торговли, так и для того, чтобы привлечь необходимые Шаху предметы. Он дал членам группы описание того, что он ищет двенадцатиконечные звезды из зеленого камня, дервишские чаши для подаяний кашкули и Т-образные подставки из дерева, которые дервиши используют во время медитации. Он объяснил, что подобные предметы содержат бараку, и он хочет собрать ее. Кроме того, среди них есть особенные экземпляры, которые ему необходимо найти. Куда бы мы не ехали, везде, организовывались экспедиции на местный блошинный рынок. Записи моей матери от 1974 года содержат информацию об использовании определенных материалов. У шаха сломались четки. Они сделаны из камня называемого шах-максут, который добывается близ города шах-максут, недалеко от Тхарта. Камень назван по имени учителя, который обитал на вершине холма. Каменоломня была отработана и в настоящий момент закрыта. Этот камень или похожая на мрамор субстанция очень редок и, как говорят, передает определенное излучение и воздействие. Таслим-тадж корона повиновения. Восьми или двенадцатиугольный камень особенно редкий, когда изготовлен из шах-максуда. Он обладает нумерологическими, символическими и духовными свойствами. Функция такого камня инструментальна, его можно использовать. Однако он не может использоваться все время только в определенные моменты, поэтому понимание и принятие его функции для большинства людей становится практически невозможным. Человек, которому предложат на выбор другой инструмент, скажем, нож, безусловно, выберет последнее, поскольку функция ножа ясна, постоянно, полезна и легко усваивается. Название камня корона повиновения. Однако повиновение здесь технический термин. Возьмем для примера увеличительное стекло. Чтобы использовать его, мы должны соблюсти определенные условия. Мы должны приблизить его к объекту. Объект должен быть маленьким, стекло необходимо сфокусировать определенным образом и так далее. Только в этом случае увеличительное стекло сработает. Таким образом мы повинуемся особым требованиям инструмента. Корона означает инструмент, как, например, тадж-махал. Говорят, что первоначально золотая корона, инкрустированная рубинами и бриллиантами, являлась отличительным знаком человека, который знал и видел больше, чем другие. И так как он обладал большим знанием, он вел людей за собой. Корона, сделанная из металлов, обработанных определенным образом углерода в форме бриллианта и форме рубина, помещалась на голову человека и оказывала воздействие на его мозг, давала особое восприятие и являлась каналом для проведения воздействия, благодаря чему человек обретал знания. Положение человека, способного к предвидению, невероятно тяжело, поскольку другие не могут понять или принять то, что еще не произошло. Если такой человек говорит вас десятеро и по причинам, которые проявят себя в будущем, девять из вас должны умереть сейчас и их убивают. Никто не способен принять подобные действия, хотя человек знания абсолютно прав. История о Моисее и Хидре. В этом контексте я вспоминаю, что в доме Шаха в Сейнт Джон Вуд была комната на самом верху, облицованная медными листами. Это было сделано с целью создать пространство, защищенное от любых внешних вибраций. Судя по всему, лучше всего для данной цели подходило золото, но это было слишком дорого. Позднее, уже в Лэнгтоне, эти медные листы на деревянных бобинах были сложены в подвале. Среди множества предметов искусства в Энхапарк в кожаном чехле хранилась обитая жестью медная чаша, покрытая арабской гравировкой. Сэр Фейерфакс Картрайт привез ее из Персии, и с ней была связана загадочная история. Он установил контакт с группой Суфиев из области Яст и посещал их время от времени. Как-то раз, навещая Суфиев, он оказался в самой гуще ожесточенной межплеменной схватке, и глава группы попросил его взять с собой ценную реликвию, хранителями которой они являлись, и позаботиться о ней. Она была каким-то образом связана с пророком Мухаммедом, и причина местных беспорядков заключалась в желании соседнего племени завладеть чашей. В следующий раз, когда он был рядом, он вновь попытался связаться со своей группой, но обнаружил, что из-за вышеупомянутой распри они покинули это место. Он попытался оставить чашу местным жителям, однако они отказались принять ее, объяснив, что в этом случае они станут следующей жертвой нападения. В результате, по возвращению в Англию он взял чашу с собой. Моя мать была очарована этой историей и одолжила чашу, чтобы показать ее шаху. Шах подтвердил, что чаша является одним из предметов традиции, обладает функцией и должна оставаться там, где была. Моя мать подозревает, что здесь речь идет о намеренном акте передачи. Впоследствии, когда моя тетя Элспид переехала в БАД, ее дочь Элизабет Картрайт купила имение Айфорд в Мейнор в нескольких милях от города. Многие предметы искусства из Эйнхо были перевезены туда, включая персидскую чашу. В начале 1999 года я отправился с матерью в длительную поездку через всю Западную Англию. Она только что выписалась из больницы, и эта поездка позволила ей сменить обстановку, а также дала нам возможность вдоволь наговориться. По пути мы на ночь остановились у Элизабет в Айфорде. Как только мы прибыли, мать сразу же повела меня в гостиную, где на отдельном столике была помещена чаша в своем блестящем кожаном чехле. Она дала ее мне в руки, однако, несмотря на всю репутацию чаши, я ничего не почувствовал. Она лежала в моих ладонях абсолютно инертно. Мы вышли в сад, но мать скоро решила вернуться в дом, чтобы немного отдохнуть. Мы вновь встретились с ней за ужином, и она рассказала мне невероятную историю. Когда она, возвращаясь из сада, проходила через гостиную, она протянула руку, чтобы прикоснуться к чаше. В тот же миг волна энергии вошла в ее руку, прокатилась по всему телу и чуть не сбила ее с ног. Продолжение следует...